Нынешний сентябрь стал самым теплым за почти 150 лет наблюдений. Об этом говорят в Гидромедцентре России. Но на этом рекорды осеннего месяца не заканчиваются. Внушительные очереди к терапевтам уже с самого утра фиксируют в Мытищинской поликлинике номер один. Из-за частой смены температуры за окном многие просто не успели перестроиться и простудились. В группу ОРВИ входит много различных вирусных инфекций, которые распространяются по сути так же при тесных контактах между людьми, при общении, воздушно-капельным путем. Но превалирует в этой среде, в этой группе как раз таки вирус гриппа и он просто несет более серьезную опасность для здоровья человека. Именно поэтому при появлении первых симптомов – слабости, боли в суставах, ознобе, головной боли и сухом кашле – медики рекомендуют оставаться дома. Причем как взрослым, так и детям. Но заботиться о своем здоровье важно не только, когда ухудшилось самочувствие. Это нужно делать постоянно. Правильное питание, одеваться по сезону, беречь себя от переохлаждения. Витаминотерапия – вещь полезная. Дополнительный прием каких-то препаратов как таковой не требуется. Врачи призывают не забывать и о вакцинации против гриппа. Если сделать прививку вовремя, перенести заболевание можно гораздо легче. Грипп является быстро распространяющимся вирусом. В состав этого вируса входят белки, которые быстро мутируют. Из-за этого часто возникают новые штаммы. Вакцинацией занимаемся от начала сентября. Все это проводим активно для того, чтобы в организме человека сформировался иммунитет. Сделать прививку против гриппа можно в поликлинике номер один и в других медицинских учреждениях. Предварительная запись не требуется. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Профилактикой важно заниматься не только взрослым, но и детям. У них иммунитет развивается с годами и порой перенести заболевание им гораздо сложнее. Когда реально заболевает гриппом ребенок с клиническими со всеми проявлениями, то это очень тяжелое заболевание. Тяжело переносится и имеет очень много осложнений и негативных последствий. Первые 3-5 суток, конечно, нужно находиться дома. Также меры предосторожности – это ношение масок, особенно в общественных местах, мытье рук, умывание лица. Вкладывая время и силы в формирование правильных привычек у детей, родители дарят им не только физическое, но и психологическое здоровье. Это главный пример собственный показывать. С утра зарядку, правильное питание, одеваться тепло, следить за здоровьем в целом, если что-то беспокоит, обращаться к врачам. Нужно развивать свой иммунитет, пить разные витамины, витамин С, витамин В, чтобы не заболевать, и у вас был хороший иммунитет. Всем надо заниматься спортом в обязательном порядке. Тот, который вам интересен, полезен и дает вам настроение. При ухудшении самочувствия вызвать врача надо можно по телефону, который вы видите на экране. Также в поликлиниках с 8 утра до 8 вечера работают кабинеты неотложной помощи. Попасть на прием можно по записи или в порядке живой очереди. Светлана Покровская, Алина Сири, Первый Матищинский.